Президент Макрон прав, НАТО пора распустить, Тегуардиан, Великобритания, Тегуардиан, Великобритания. 5 декабря 2019 года. Президент Макрон вынес НАТО приговор, смерть мозга. Это болезнь с неизбежным летальным исходом, а поэтому нам остается лишь отключить аппаратуру жизнеобеспечения и похоронить труп. Что касается НАТО, то сделать это надо было уже давно. Первоначально Альянс утверждал, что является оборонительным, однако около 30 лет назад, когда распался Советский Союз и был распущен Варшавский договор, такое утверждение стало неправдоподобным. У НАТО не осталось врагов, от которых надо защищаться, и Блок лишился оправдания для своего существования. В такой ситуации было логично распустить Альянс, но вместо этого он начал изобретать себе врагов, чтобы оправдать собственное существование. Спровоцировать Россию и снова сделать из нее врага было легко. Для этого надо было просто принять в состав НАТО новых членов, приблизить территорию Блока вплотную к российской границе и разместить войска неподалеку от Санкт-Петербурга. Можно представить реакцию США, если бы Китай создал Альянс с Мексикой и развернул свои войска на границе с Калифорнией. Сейчас НАТО является для США рынком-заложником, покупающим Америке дорогое вооружение, в том числе, совершенно бесполезные ракеты Trident, состоящие на вооружении у Британии. Единственная претензия США к своим сателлитам заключается в том, что они тратят недостаточно на эту опасную военную технику и оружие. Америка подчеркивает, что ее собственные расходы на вооруженные силы в два раза больше. Эту несправедливость легко можно устранить, если США сократят свой военный бюджет вдвое. Сэкономленные деньги есть на что потратить, причем с огромной пользой для американского народа, например, на здравоохранение. Энтони Мэтью Лестер в статье «Что такое НАТО» от 4 декабря упущены некоторые факты. НАТО – это военный альянс с ядерным оружием, действующий по всему миру вплоть до Азии и Австралии. Он даже заключил соглашение с Колумбией, договор тлатил Олка от 1967 года, который является безъядерной зоной. Несмотря на разногласия между странами-членами, в политике Блока по-прежнему господствует США. Такая политика предусматривает хранение американских атомных бомб В-61 на территории стран-членов, хотя это является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Такие бомбы хранятся на базах в пяти неядерных странах, таких как Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. В Турции они находятся на базе Инджирлик недалеко от сирийской границы. В то же время, Эрдоган заявляет, что ему хотелось бы сделать Турцию страной с собственным ядерным арсеналом. США планируют модернизировать бомбы В-61 до уровня В-61-12, которая намного точнее и мощнее. Мощность В-61 уже сегодня может составлять 340 килотонн, в то время как бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн. НАТО до сих пор не отказывается от доктрины первого ядерного удара, и за ней рабски следует Великобритания. В будущем году НАТО проведет крупные военные учения «Защитник» на всей территории Восточной Европы. Все это вряд ли способствует миру и безопасности граждан входящих в альянс страны всего мира. Ray Street Little Bora материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...